В Толгарском районном суде Алматинской области началось новое судебное разбирательство по обвинению экс-чиновников и риэлтора в незаконной выдаче земель возле аэропорта Алматы, где произошла авиакатастрофа самолета Бек-Эйр. Ранее слушание отменили и вернули материалы прокурору для устранения нарушения прав обвиняемой. На заседание побывала моя коллега из южной столицы Ольга Зинченкова. Ольга, приветствую. На каком этапе сейчас находится разбирательство? Приветствую студию. Сразу отмечу, что статья, по которой подсудимым предъявлено обвинение, изменилась. Ранее экс-чиновники обвинялись в злоупотреблении должностными полномочиями. Сегодня эту статью изменили другой, а именно превышение власти или должностных полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций, либо нанесения вреда другим лицам или организациям. Схема вывода земельных участков осталась прежней. Кроме того, некоторых подсудимых обвинили в хищении чужого имущества или приобретении права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверия. Между тем, адвокат одной из подсудимых, риэлтора Нурэим Алданиш, просит суд перевести ее на домашний арест. Напомню, она единственная, кто из числа обвиняемых находится под стражей. Остальные пятеро подсудимых, а это экс-чиновники, находятся под домашним арестом. Мы вообще надеялись на то, чтобы все-таки мою подзащитную освободят. И она, как и все другие участники, будет иметь право ознакомиться с материалами дела, как это нужно по закону, а не так, как представлено было сегодня судебное заседание. Судья отклонил ходатайство в связи с тем, что женщина не признает свою вину. Кроме того, прокурор заявил, что Нурэим Алданиш оказывала давление на свидетелей, проходящих по данному делу. Тем временем, в очередной раз женщина заявила, что не ознакомлена с материалами дела и не получила обвинительный акт на руки. Прокуроры уверяют, что Нурэим сама отказывается от получения документов. Ее защитник объясняет, подзащитная имеет право отказаться от вручения ей обвинительного акта, если при этом отсутствует ее адвокат. Также хочу отметить, что процесс еще длится, заседание перенесли на другой день, так как потерпевшая сторона была не готова к нему. Напомню, что 27 декабря 2019 года самолет Fokker 100 авиакомпании Big Air потерпел крушение близ аэропорта Алматы. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. В авиакатастрофе погибли тогда 12 человек. Представители авиакомпании утверждали, что трагедии могло бы не быть, если бы охранную зону аэропорта не застроили частными домами. Тогда и началось расследование дела о незаконной выдаче земель. Мы будем продолжать следить за развитием событий. А на этом у меня пока все. Студия. Спасибо, Ольга. Сейчас еще об одном.